Доброе утро, друзья! Сегодня день начался как-никак приятно. Я не обращал внимания на подписки на канале, но мне YouTube прислал письмо поздравительное. И вот выглядит оно, собственно, вот так вот. И это и правда ура! На канале 10 тысяч человек собралось. Это очень много. Я не знаю, правда, сколько из этих человек действительно смотрят мои видео. Но я рад, что я чувствую фидбэк определенный. То, что видео вообще кто-то смотрит, это круто. Ну и то, что люди подписываются, это, конечно же, не может не радовать. Поэтому хотелось бы провести краткий анализ этого года и, собственно, что произошло на канале и в принципе. Сам канал, собственно, я создал чуть больше года назад, а именно 15 февраля. За это время на канал было залито 90 видео, которые в общей сложности набрали 193 тысячи просмотров. Было оставлено 511 комментариев, 3895 лайков и также 151 дизлайк. За это время мы успели с вами побывать в Греции, в Болгарии. Было несколько очень крутых байк-трипов в Карпаты. Была нереальная поездка, так сказать, командировочная вместе с велами в Германию. На выставку Евробайк, на которой я мечтал долго уже побывать и был первый раз. Также мы посетили очень много мест в Соединенных Штатах. И из того, что лично я могу подчеркнуть и что мне нравится, это то, что люди уже привыкли. То, что я постоянно хожу с камерой, мне уже не так часто задают вопрос, что ты снимаешь и зачем ты снимаешь. Я могу спокойно ходить в общественных местах с камерой и не пугаться. И никто на меня дико не смотрит, а если смотрит, то я, может, этого просто не замечаю. Также я начал больше снимать не только какие-то крутые моменты, а в принципе рассказывать все, что происходит вокруг. И перехожу к тому, что мне очень нравится снимать именно влоги. То есть даже если нет путешествия или даже во время путешествия, не просто показывать красивые места, а рассказывать вообще о всем, что происходит вокруг этого и каким образом это происходит. Чтобы всегда были ясны две стороны медали, а не только та часть, где все красиво. Также мне очень понравилось, что на канале уже начали появляться комментарии, потому что эти комментарии мне дают идеи и дают вдохновение на то, чтобы делать видео дальше. И также показывают направление, в каком больше формате, кому и что нравится. Поскольку мне нравится снимать абсолютно все, то ваш фидбэк, он только разжигает этот огонь и показывает мне более точный путь. На этом моменте я хотел сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы смотрите. Ну и дальше у нас, конечно же, все будет более ярче, круче и динамичнее. Ну а сегодня, друзья мои, мы прогуляемся немного по городу и встретим, я надеюсь, классный закат. Потому что, судя по лайкам в инстаграме, именно закаты вам нравятся почти больше всего. Поэтому, поскольку я их сам очень люблю, предлагаю таким вот образом отметить этот день. Поскольку закат у нас еще не скоро, мы сейчас пробежимся быстренько по делам, в банк забежим и в китайский квартал я хочу купить какие-то китайские пельмени. Я все время забываю, как они называются, я вставлю дальше фоточку с названием. Мы их уже давно хотели попробовать, посмотрим, найду я их или нет. Ну, фрукты и овощи однозначно у китайцев покупать можно, потому что они у них дешевле и всегда свежие. Мне трудно представить, что это, но это я бы не покупал. Тут какие-то ништяки к пиву, воняют какими-то кальмарами, но кто бы знает, может на вкус все не так и плохо. Я себе даже не представляю, чьи это, но есть подозрение, что это черепахи. Дело в том, что Лена очень хотела такой, типа как китайский пельмень, вареник, не знаю. И вот я его ищу. Пока еще не увидел, но то, что я сейчас увидел, конечно, меня немного шокирует. Много читал о том, что у китайцев еще свежая и недорогая рыба, но просто я там увидел черепаху и хух. Вот эту штуку я видел также в мексиканском магазине. И это, вы не поверите, но это шкура свиньи, жареная во фритюре. Китайские тортики. В общем, друзья, как сказал мне мой кум Дэн, который полтора года прожил в Шанхае, китайцы жрут все, что движется. И теперь я понял, о чем он говорил. Когда я увидел все эти руки, ноги, клешни, хвосты у них в витринах, я действительно понял, что они жрут все, что движется. И, в принципе, я понимаю, у них в стране там трудно что-то понять, что у них там происходит. И это традиции там и так далее. Но меня интересуются такие вопросы, то, как здесь это происходит. Неужели как они разрешают здесь продавать этих черепах есть и так далее. Просто интересно, это все, то, что я видел, это черный рынок или нет? А вот тут уже делают американскую еду. Она отличается от китайской. И интересный очень, кстати, момент, как поджариваются котлетки. Такое волшебство и магия. Что меня здесь порой реально напрягает, это если ты хочешь купить единицу чего-то, это стоит каких-то нереальных денег. То есть я могу купить вот такую пачку за 3,99 воды, чтобы попить. Да, а если я хочу там купить какую-то обычную двухлитровую бутылку, это стоит 2 бакса. Реально пришлось купить огромный бидон, и мне придется теперь тащить его домой. Ну, гулять так гулять. Здесь очень популярны старые автомобили. То есть люди, у которых очень много денег, они не всегда хотят купить Ferrari, на которой, ну, типа, здесь много кто ездит. И очень многие покупают все старые реставрированные автомобили. И, откровенно говоря, мне они сейчас даже больше нравятся, чем новые, крутые и дорогие. То есть старые просто, ну, здесь все пахнет историей. Оу, ребятки, я сейчас зашел в черный квартальчик, и здесь очень интересные автомобили можно увидеть. Сразу вспоминаю фильм «Не грози Южному Централу». Мы сегодня в Голденгейт-парке. Тут в парке, вот недалеко от меня, находится консерватория цветово. На такого интересного белого цвета вот это здание. А и вот видно, собственно, чем здесь люди занимаются. Эти люди бросают футбольный мяч, такой для американского футбола, как у мультик «Гэй Арнольд», голова у чувака была. Здесь люди бросают какие-то тарелки вот в эти мусорники или что-то типа того. Фризби. Это как фризби, только не друг другу, а вот надо попасть в ведерко. Вот здесь памятник Гарфилду. И мы только что поняли, что Гарфилд – это, видно, какой-то не только кот, а еще и великий человек, что надо будет загуглить позже. Ну и много народу на велосипедах, естественно. Малышка. Велосипедах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok